Приветствую вас. Анастасия прочитала ваш вопрос. Что можно сказать? Ну, во-первых, ваш текст он максимально безликий. Он максимально безликий, он максимально не отражает вообще сути именно вашей проблемы, да? То есть, вот, именно ваше восприятие с проблемами не отражает совершенно, потому что, вот, то, что вы написали, то, что вы написали, можно, в принципе, ну, где угодно написать. То есть, вот, кто угодно можно написать. Что вы ревнивые, что вы, там, не знаю, своего парня держите в дежёвых рукавицах, что вы неуверенны в себе, что вы сомневаетесь в себе и прочее, прочее, прочее. То есть, ну, вот, я, я не знаю, конечно, да, вот, но мне кажется, что все-таки, ну, как-то вот чуть больше именно вас, чуть больше именно, вот, именно про вас чуть больше нужно. Именно про ваш, именно про ваш некий собственный опыт, что ли, вот это гораздо важнее. А так, ну, сейчас вы можете просто вбить в поиск, да? В любой поисковик вы можете вбить то, что вас, к примеру, беспокоит, да? Не знаю, вы можете просто вбить и всё, и всё, понимаете? И вам выдаст достаточно много информации по данному вопросу, вот, и всё, опять же, и всё. То есть, ну, это никак-никак не решает вашей проблемой, как, я надеюсь, вы понимаете это, вот. Поэтому первое замечание по, значит, по тексту, первое замечание по вашему вопросу, вот, максимально безбытий, вот, и отсутствует информация о вашем опыте непосредственно. Да, то есть, непосредственно, вот, какой мой опыт, непосредственно, как я пришла к тому, что ревную своего, ну, своего молодого человека, да? По его мужчину, вот, как я к этому пришла? Мне кажется, это очень важная история, очень важный момент. Вот, не было, что вы говорите, что у вас, ну, что у вас, как бы, вначале у вас всё было хорошо, вот, и, соответственно, только вот, эм, ну, после какого-то времени начались проблемы и трудности, вот, ну, и, соответственно, соответственно, на это нужно обратить внимание, да? Вот, от чего возникает ревность, да, почему, ну, почему появляется ревность? На самом деле ревность появляется из-за того, что человек, во-первых, не уверен в себе, во-вторых, человек склонен всё контролировать, то есть у него есть проблемы с чувством защищённости, да? Слово, совсем, вот, и, это очень важный момент, что человек не чувствует себя защищённым от слова совсем, от слова вообще, вот, человек не чувствует, не чувствует. А, там, значит, это работа, в первую очередь, с, эм, личными, личными границами. Ну, да, и с чувством, ну, чтобы вы при, при, ну, допустим, формировании, эээ, своих, вот, своей защищённости, да? Чтобы вы опирались больше на свои чувства, а не на сознательный контроль. Ревность возникает из-за специфического, эээ, акцентированного, эээээ, внимания и значения секса, вот. когда уже к сексу идёт не совсем такое вот естественное отношение. Ну и сравнивание себя с другими людьми, конечно, присутствует, это само собой, вот. Сравнивание с другими людьми, оно в общем-то происходит с того, что человек обоценивает себя, да, то есть вот, грубо говоря, через свою ревность вы обоцениваете себя, через сравнивание, точнее, с другими людьми вы обоцениваете себя сами, вот. Это вот базовые основания для ревности, вот, страх потерять человека, собственно нереализованность, сравнивание себя с другими людьми, страх одиночества, то есть непринятие себя, и, значит, акцентированное отношение к сексу, вот, или правильно сказать акцентуированное отношение к сексу. Вот. Иногда ещё можно назвать восприятие отношений как к статусу, то есть вот отношение человека как к предмету, да, как к ценности. Но не к такой ценности, больше такой духовной, обладающей волей, а к ценности, как больше такой материальной, грубой, приземлённой. Вот. И... Сарвесной ревности возникает из этого. Из вот этих моментов. Дальше, вы пишите, не могу почувствовать себя женщиной, что вам мешает почувствовать себя женщиной, вот, когда вы начали пилить его. Здесь вы играете ещё в психологическую игру попался негодяй, обязательно преследуйте её в интернете, чтобы... ознакомиться. Вот. Что касается доверия. Вот ещё важный момент, который нужно раскрыть, на мой взгляд. Что касается доверия. Что касается доверия, ситуация... Несколько... Несколько, скажем так... Ну... Как бы так... Выразиться... Несколько особняку, знаете, связанных с доверием. Вот. Потому что... В каких-то случаях доверие возможно. Давайте вот так. В каких-то случаях доверие возможно. Понимаете? Доверие возможно в случаях, когда... Человек доверяет сам себе. То есть, если я доверяю сам себе, то я могу доверять другим. Если я сам себе не доверяю, то я другим доверять не могу. Вот. Вот получается, что вы не доверяете сами себе. Возникает вопрос. В таком... В таком случае... Возникает вопрос. А... Почему вы не доверяете сами себе? В чем для вас... Эм... Проблема... Эм... Себе доверять? Вот. И есть ли она вообще... Эта... Проблема... Для вас? Вот. Вот. И... Соответственно... Эм... Только через... Эм... Доверие... К себе... Эм... Можно... Можно... Рассчитывать на доверие другим людям. Потому что вы не будете бояться, что вам сделают что-то плохое. Вы не будете опасаться, что... Эм... Ну вот... Эм... Как-то вот... Эм... Негативно... Эм... Значит... Эм... Кто-то отрыв берут на вас, например. Да? Да? Или там... По отношению к вас. Вот. Это очень... Это очень важно. В... В свою очередь... Эм... Это очень важный момент. В свою очередь. Потому что... Эм... Если... Мы... Мы это не учитываем. Да? Если мы это не учитываем. А... Вот... Что... Ситуация достаточно... Плохо... Эм... Будет... Складываться... С стрелом. Эм... Доп... Таким образом... Эм... Акцент... Эм... Здесь... Эм... Нужно делать именно на... То как... Акцент... Эм... Здесь... Эм... Нужно делать именно на... вы относитесь к себе сами, но то доверяете ли вы опять-таки к себе сами? Вот. Если да, хорошо, если вы сами себе доверяете, хорошо и здорово, а если нет, то нужно смотреть на то, почему вы себе не доверяете, с чем это связано. Что вы себе не, ну не способны доверять, да? Вот. Если здесь какая-то вот проблема. То есть доверие это не когда человек делает какие-то вещи, да? Не когда человек, ну грубо говоря, убеждает вас в том, что ему можно доверять, да? Доверие это все-таки в большей степени когда человек сам находится в такой вот, ну скажем так, устойчивой эмоциональной позиции. Вот. А в этом, в этом случае, в этой ситуации можно говорить о том, что доверие не способен разрушить вообще никто в целом мира. Вот. Но если у вас есть проблемы с доверием, то вы, скорее всего, себе не доверяете. Вот, скажи, именно себе, именно себе не доверяете. Дальше. Так. Хочу жить яркой, насыщенной жизнью, общаться с девочками и не зацикливаться на мужчинам. Ну, как ни парадоксально, здесь история о том, да? Вот, если мы говорим о том, что вы не хотите жить яркой жизнью, да? Здесь история о том, что целью, целью сама по себе яркая жизнь быть не может. Именно целью. Потому что, ну, что такое яркая жизнь? Это, по факту, просто некая такая абстрактная позиция. Вот. Поэтому целью, целью такая, такое, такая задумка, целью быть не может. Вот. Но, вполне, вполне может быть, какая-то другая цель. Более важная для вас. Я пока, я не могу сказать, конечно, какая. Вот. Потому что, ну, цель из открывающей. Вот. И очень важно, чтобы вы сами их, ну, генерировали, да? Очень важно, чтобы вы сами генерировали все свои цели. Чтобы вы сами их создавали. Вот. Основываясь на своих ценностях. И не ставили, не ставили таких абстрактных идей. Которые. Которые не могут, а, быть, а, сколько-нибудь реализованными. Потому что, это, ну, приходящая идея. Это, приходящая цель. Это, приходящая идея. Вот. Я это говорю, не объяснила яркую жизнь. Я это говорю о том, что яркая жизнь может быть, а, а, только лишь следствием. Вот. Она может быть следствием. Но, она не может быть, а, а, самая целью. Понимаете? Понимаете? Такая штука. Вот. Поэтому, тут вот, очень важно этот момент понимать, учитывать его. Вот. Чтобы не зацикливаться на мужчине, нужно, опять же, понять, что мужчина значит. Потому что, ну, пока что, да, пока что, я бы сказал, что вы не очень понимаете, что нравится мужчина. Почему для вас так значит. То есть, нельзя просто взять и оторвать у себя, допустим, вот эту вот потребность в мужчину. Да? Это было бы, наверное, неправильно. Гораздо важнее раскрыть эту потребность. Раскрыть потребность. То есть, почему вам мужчина так важен. Вот. И уже после того, как это будет раскрыто, вот, уже можно будет тогда говорить о том, что делать дальше и о том, как себя дальше вести и какие действия необходимо предпринимать. Да? Вот. Вот так, в принципе, можно ответить на вопрос, который вы задаете. Да? Вот. Общение с девочками. Общение с девочками, опять же, общение с девочками очень хорошо. Но общение с девочками тоже должна быть своя цель. Именно цель. То есть, я хочу общение с девочками. То есть, я хочу общаться с девочками, чтобы, чтобы что? Да, чтобы что? Что я могу дать с девочками? Что я могу им дать? С чем я хочу с девочками поделиться, например. С чем я могу с девочками поделиться, например. Вот. Потому что, если я не могу ничем с девочками поделиться, то и общаться с ними мне будет некомфортно. И общаться с ними я не дохочу. Не дохочу. И это нормально. Это абсолютно нормально. Если я не хочу с девочками поделиться с девочками. Если я не хочу с девочками поделиться с девочками, то как я могу общаться? Вот. Ну, как бы. Это, мягко говоря, странно. Вот. Это неестественно, опять же. Это неестественно. Вот. Такая вот история. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи.